Эта запись видеорегистратора спасла автолюбителя от потери крупной суммы денег. Мошенники действовали настолько слаженно, что даже сам шофер был убежден, что он сбил пешехода. Удар. Имеет удар, которого подсунул кто-то самошел в голову трассов. Между тем, оперистам даже не пришлось прыгать на капот автомобиля. Если замедлить запись, схема и заходы становится прекрасно видно. Вот один из участников так называемого автопорстава предупреждает остальное приближение автомобиля. И с 20 метров он уже был за переход. Обратите внимание на припаркованную перед ним иномарку. Именно за ней прячется второй преступник, который сначала бьет фунтой по проезжающей машине, а после изображает пострадавшего. Стоит молодой человек, который держится за плечо, причем за левое. Страдающий лицо, дрема-то болит. Подвигает еще мужчина к большинке черного. Который начинает кричать и везять о том, что что-то наделал. Это петербургный переход. А ты гоняешь, хотя скорость не обладает. Он летит через 40 километров. Оказавшись в жертву, дрема-то сделала единственный правильный выбор. Он не стал ни с кем договариваться. И вступит до скоростного похода. Поворачивает, а уже не по перспешиву. Не сидит. Никого не остается. Не достигает полицейских. Место происшествия покинулась и иномарка. Так удачна для машинников запаркованная у пешеходного перехода. Экстральным порядком предстоит видеть, какую роль произошедшего не стал его владелец. А заодно и установить личности всех участников автоподставы. Рустам Безянов, Андрей Караманов. Экстренный выбор. Деньги у населения махинаторы отнимали по хорошо известной схеме. В потоке машин выбирали жертву. Она обозначена красным. У злоумышленников по автомобилю. Один, как правило, спортивная иномарка. Догоняет жертву и требует уступить дорогу. Другой ждет момента и двигается навстречу. Касание между ними не происходит. Только шумовой эффект. А потом свою роль играл эффект неожиданности и актерское мастерство. Актеристы представляли как ясно-местерству. Предлагали ответы к рабочине, а это значит покинуть место аварии. Говорили о дорогостоящем оборудовании, которое после столкновения вышло из строя и требовали денег на ремонт. Редактор субтитров А.Семкин